Сейчас у нас экватор турнирной дистанции, середина, пятый спаленный тур, и вот лидера на первом столике Ян Непомнящий, победитель прошлогоднего турнира, срадится с Дин Лереном. На втором столике вы видите Шашкиран против Петросяна, и дальше тоже много сильных гроссмейстеров. Меня больше всего, конечно, интересует на девятом столике пара Вэй И против Дани Дубова, но, разумеется, мы ее увидеть не сможем. У нас камеры настроены только на первые четыре столика. Итак, Ян Непомнящий играет с лидером. Дин Лерен на полочка опережает целую группу участников, и Ян играет белыми. Вот у нас это антимиран, причем достаточно комфортный для белых, потому что белые обошлись без хода ферзь С2, ферзь может и на Е2 встать. Вот здесь Ян все-таки решил, что на С2 ему место. Я, честно говоря, полагал в подобной ситуации, что лучше вставать на Е2, чтобы по вертикали С ладья работала без проблем. Но, с другой стороны, когда стоит ферзь на С2, ладью продвигаем в центр, ферзь на Б1 уходит культурно. Ну вот после С5 начинается военная игра в центр, и размен-размен, и Ян предлагает сопернику, да, вот висячие пешки появились. Висячие пешки. Ну, при коне на Д2 надо сказать, что белые не оказывают сильного воздействия на эти пешки. Например, конь на С3 это было бы гораздо более серьезно. Но в данной ситуации белые могут коня через Ф1 вести на Ж3. То есть сейчас следующие ходы белых ферзь Б1, конь Ф1, конь Ж3 достаточно понятные. Слон Ф5. Ну, тоже полезно немножечко подвязать черных, потому что конь на Д7 оказывается тоже под некоторым прессом со стороны белого слона. Вот поэтому китайский шахматист сыграл ладья С7, чтобы конь мог уйти и на Е5, и на Б6. Вот что касается маневра конь Ф1, конь Ж3, не знаю. Я-то, конечно, предполагал, что поле Ф5 будет для коня намечено. А с другой стороны, черные в любом случае могут в будущем сыграть Ж6. Ладья Д8. Фантастическую скорость демонстрирует Дин Дерен. Вот Ян делает совершенно неочевидные ходы, а Дин очень быстро раз-раз и принимает какие-то встречные решения. Итак, ходом коня Х4 и возвращением назад Ян вынудил ход Ж6. И теперь вся надежда у нас на слона Б2. Именно этот слон Б2 должен сыграть первейшую роль. Но вот его роль, как неожиданно, оказалась только в том, чтобы разменяться на чернопольного собрата. Ну, посмотрим. Тогда, в принципе, особой слабости большой черной диагонали здесь уже нет. Но, вероятно, Ян собирается потихонечку осаждать пешку С5. Ферзь С3. Ферзь идет на А5. Кстати, отличная полянка для ферзя. Отличная полянка. Но надо ход Д4 нигде не зевнуть. Не исключено, что прямо сейчас был ход Д4 с какими-то острыми последствиями. Там конь Д5, конь Ф4. Ой-ой-ой. Кстати, зря не сыграл китайский товарищ Д4. Если, конечно, я не зеваю удар на Д4 фигурой. Там на С7 ладья подвисала. Но это уже, опять-таки, прошло. Проехало. После размены ферзей, ну, белыми играть проще. Потому что пешки в центре у черных висят. Ну, а что хотят? Черные без ферзей контр-игур найти уже не так просто. Единственное, что слон на А3 стоит не очень-то культурно. Если представить себе А5 и конь Ж5, до этого слона можно будет дорваться. Но это еще надо успеть сделать. Ходом А5 китайский шахматист препятствует продвижению Б3, Б4, Ж3. Но вот Ян пытается благоустроить. Трудоустроить слона. Аш3. Сейчас он вернется на Ж2 и будет как раз при деле. Ну, потом конь Д3, конь Ф4. То есть белые могут нажимать поочередно как на Д5, как на С5. Как будто клавиши на пианино. И музыка должна получаться приятной для белых. Ну что. Я думаю, что сейчас, хоть сейчас, Дин Лерен будет думать. Потому что до этого он фантастическую скорострельность, конечно, демонстрировал. Но тут позиция непростая. Может быть, конечно, можно поставить пешку на Ф5 и короля на Ф6 подводить. Пешка на Ф5 все-таки значительно укрепляет коня на Е4. Конь Ж5. Ну, не совсем очевидно. Вот в данном случае, когда уже есть куда уводить слона, в общем, этот маневр кажется странным. Но у коня на Е6 есть определенные плюсы. Теперь пешка на С5 защищена надежно. Ладья Д2. Ян пытается оспорить это соображение. Теперь ладьи, видимо, по вертикали Д. Сейчас должны столпиться, чтобы на пешку Д5 оказать серьезное давление. Ну, тогда надо сочетаться с ходом Д4. Смотрим, смотрим. Д4 взяли на Б7. Размен на Д4. И конь С6. Вы знаете, по идее, может быть, белые доберутся до пешки Д4. Но тогда произойдут размены. Размены на ферзовом фланге. Подвисает пешка на А5. Кстати, она действительно подвисает? Сейчас я подумаю. Да, потому что кончик из А5 на С4 выскочит. А видел ли это Дин Леран? Не факт. Не факт. Я полагаю, что одна лишняя у белых должна остаться. Может быть, ладья А8 сыграть, я думаю, с точки зрения борьбы за ничью. Плюс тем, чтобы потом ходом А4 попытаться уменьшить пешечный материал на ферзовом фланге. И, во всяком случае, получить окончание 3 на 3 и 1 на одном фланге. Как известно, эти позиции носят ничейный характер. Но при этом надо очень-очень точно играть. Они все могут во время блица открыть учебник наших классиков и вспомнить точный путь к ничьей. Смотрите, проблему Дин Лерена. Вы знаете, до прошлого матча он вообще не терял очков. У него сейчас 7,5 очков из 8. То есть эта ничья с Федосеевым была первой в его выступлении. Вот, кстати, Дин Лерен пытается сохранить более напряженный характер позиции. Нападает на пешку А2. А если сыграть А4, тогда пешка Б3 будет немножечко слабой. Ну что, это резонное решение. И ладья Б7. Мы видим, что китайский шахматист работает серийно, как хороший грамотный боксер. То есть он призадумался в критической позиции, а потом действует быстро и уверенно. То есть наметил себе какую-то линию поведения и ее придерживается. Ну, надо сказать, что некоторые контрагра у черных действительно имеется. Аж 5, Аж 4. Ну, черные ладью с А6, конечно, должны выводить и ставить ее на вертикаль Б. Именно этим сейчас занимается Дин Лерен. Соображает. Соображает. Ну, собственно, никакой иронии здесь в этом нет. Действительно шахматист высококлассный. И доказал свою силу уже во многих турнирах и в классике, и во все другие виды единоборств. Двигать пешку А белым пока, видимо, преждевременно, потому что ее просто съедят. Ладья с Д3 не успевает на эту трудную работу. Б4. Ну вот, Ян молодец. Разрывает фланг. Взяли и ладья бьет Е3. Как минимум можно побить. И теперь чистая проходная, отдаленная получается у белых. С технической точки зрения, я думаю, что позиция почти выигранная. Но, понятное дело, что приключений здесь будет еще много. Вообще, конь Е5 напрашивается. Конь Е5 и конь С6. Да, на ладья бьет опять вилка же есть. Так. Тяжело стал один Лерен. Ох, тяжело. Ну, хочется мне его приободрить, а потом подумал, играет-то с Яном, с нашим замечательным чемпионом. Поэтому я бы, пожалуй, воздержусь от каких-то эмоциональных. Призывов. Так, ну что, сейчас ладья б6 хочет Ян сыграть, и пешка А продолжает свой победный путь. Как же препятствовать этому делу? Ну, можно ладью ввести на А8. Ладья c5. Любопытно. А если взяли и ладья б6? Вообще, по виду, просто безнадежно. Просто безнадежно. Ну, ладья а8. Потому что конь... Ничего себе. Вообще фантастика какая-то происходит. Я не могу поверить, что в коньевом эншпиле у черных есть хоть какие-то шансы. Ну, Китай дело хитрое. Знаете, как весь Восток. Может быть, Дин Лерен успеет съесть эту пешку и весь свой королевский фланг сохранить? Да нет, ну такого не бывает. Ну, не бывает такого, товарищи. Белый сейчас просто выводит короля, и король перейдет на королевский фланг. Ну, король е3 пока можно сыграть. Зачем торопиться? Черные коня же не могут увести. Ну, еще... Здесь надо просто постоять, дать возможность черным высказаться. Конь b3. Ну, тоже неплохо. Конь пригодится. Так или иначе, черные фактически вынуждены на королевском фланге защищаться без фигуры. Конь d4. Не пустили черного короля на c6. Ну, конь е2, конь f4. Самое простое решение, да? Попытаться... А, тогда король c6. И после коня f4... После коня f4... Нет, на самом деле там белые, конечно, все съедали на королевском фланге. Но Ян избирает другое решение. Очень приятно видеть показания часов. Взяли, взяли. Сюда. Так. Ну, вот вы знаете, меня терзают смутные сомнения. Не успеет ли здесь черный король туда, поближе к телу? Ой-ой-ой-ой-ой, Ян. Ведь так можно партию-то не выиграть. Где-то он... Где-то он сыграл не точно. Сейчас уже возникают... Возникают вопросы у матросов. Правда, король g7 есть ход здесь. Король g7, да. Вот чтобы с пешкой это были проблемы, что на конь g4 можно сыграть. Коня увести, пешку h толкаем. Вот технология выигрыша простая. h5, h6, тире h8 ферзь. Конь e3, видимо, единственный шанс. Ой-ой-ой, куда побежал? Наш-то куда... Нет, ну это... Это же безнадежно. Безнадежно. Ну, король g6... А, и конь e2, там темпа не хватает. Нет, все, вернулся на h4. Надо сдаться. Надо сдаться. Ну, я думаю, что все. Молодец. Молодец, Ян. Остановил движение китайского экспресса. По шелковому пути. Субтитры сделал DimaTorzok